Всем привет! А мы идем гулять, причем идем гулять вдвоем, без детей. Да, иногда так тоже надо делать и... И выделять время для себя. Да, друг для друга. Да, потому что дети как дети. Ну, в общем, мы их заняли, всех заняли, каждого по-своему. И нашли время друг для друга прогуляться немножко. Ну, как вы видите, очень холодная улица, я в куртке, Виталик в теплющей-теплющей кофте. То есть так интересно слышать, на прошлых выходных, вот буквально пару дней назад я сгорела, а сейчас я иду, реально замерзаю, потому что руки мерзнут. Хотим сходить на университет, там, где мы, получается, с Юлей бегаем иногда. Не можем мы еще пока как бы войти в постоянный режим, то есть бегаем так, чисто. Иногда, вот, Виталик там еще ни разу не был. Он проезжает постоянно этот район, но, то есть как бы прям вот так, чтобы походить еще ни разу. Там, я знаю точно, есть очень много лавочек, очень должно быть хорошее освещение, потому что уже темнеет. Как раз заодно проверим нашу камеру. Сегодня, кстати, вечером обещали дождик, что вот он должен начаться после шести. Время как бы уже даже после семи, а дождиков вот все пока еще нет. Ну, хотя, опять же, тучи вроде как какие-то есть на небе. Но все равно это не пугает, на самом деле. Хочется все равно погулять, тем более вдвоем. Детей в такую погоду тоже можно, конечно, было выгулять. Но вот хочется вдвоем. Ну, я к тому, что зону-то мы не взяли с собой, поэтому если дождь начнется, то я не знаю, что мы будем делать. У меня-то кепка есть, мне дождь не страшен. А вот как ты будешь добираться до дома? Да ладно, нормально будем добираться. Мы, кстати, вчера, сейчас расскажу, мы вчера, я не стала это снимать, мы вчера купили тортик. Дети были немножко шокированы, деду торт. Ну, как бы в чем причина, есть какое-то событие. Даже я думал, что это тортик в честь дня принятия декларации Конституции. Нет, это будет 12 июня. Да, я Витальку заставляла учить название этого праздника. Сейчас я вам еще раз его скажу. День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Ну, просто на набор слов. Не, 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 я тоже так могу. Нет, он будет 12 июня. А зачем мы перешли на эту сторону? Мы вот так спускаемся вниз. Пошли, пошли, и теперь... Конечно, теперь пойдем по-другому. Ну, я же не знаю, я там ни разу не был. Вот. И получается, все, все были довольны, все съели торт. И потом я только рассказала, в чем причина. Витальке где-то было уже без пяти двенадцать. А причина сейчас рассказываю, в чем. Сейчас мы дорогу переходим. Ну да, а то сейчас нас задавят, раздавят. И все, и на этом съемки на канал закончатся. В общем, суть. Вчера было ровно десять лет не нашего знакомства. Нам по этой стороне идти? Да без разницы, можем по этой. Вчера было ровно десять лет, как мы начали жить вместе. Вот. Какой ужас. Да, такое круглое, круглое, да, на десять лет. На самом деле очень много. Даже? Ну, да. А еще у меня тоже есть хорошая новость. Я вот сегодня побрился, но... Ну, показать не можете. Ну, как хорошо, из-за маски ничего не видно. Я только могу. А, да-да-да-да-да, хотела рассказать. Ты тоже побрилась. Очень смешно вообще. Она сегодня шутник такой. Ладно, неудобно идти разговаривать. Сейчас придем на место. Вам порассказываю сегодня много новостей. Очень хороших, кстати. А, да, кстати, нам сегодня с сада позвонили. Многие у нас спрашивают, в каком районе мы живем. Мы живем в районе Ручай. Это новый район достаточно. Ну, по крайней мере, так мне сказали. Могу ошибаться, честно. И... Раньше здесь когда-то было болото. Да, его осушили. Мы вам сейчас немножко покажем архитектуру. Но чтобы вы понимали примерно, какие здесь дома. Вот за мной, да, это библиотека. Покажи, сделай проводочку. Он такой интересной формы. Ну, и дальше тоже достаточно интересные дома. И этот район, он постоянно расстраивается. Ну, а нам еще дальше идти. Где-то метров пятьсот, наверное. Наташ, я только сейчас заметил. Там вдалеке что, храм строится? Кстати, я не видела... Костюм? Я его всегда видела, вот проезжая, ну, как бы на трамвае. А вот если так посмотреть, то да, там вот крест получается. Скорее всего, будет витраж. Ну, да, скорее всего, будет какой-нибудь кощун. На улице уже темнеет. Мы вот как раз зашли... Я даже не знаю куда. В общем, за забор. На территорию этого университета. На территорию университета, да. И мы сейчас немножко вам покажем, сколько здесь корпусов. Ну, вот покажи. Вот туда вдаль идут все корпуса. Вот здесь есть, получается, такая аллейка. Все очень аккуратно. Везде растут... Везде клумбы, за которыми ухаживают. Абсолютно разные факультеты, корпуса. Это все новые. Есть еще в Кракове очень много корпусов. Вот. А там, Виталий говорит, там что, уже жилые дома? Я говорю, нет, это все корпуса. Он реально огромный. Это прям практически городок какой-то университетский. Вот. Мне вообще здесь нравится гулять. Но почему-то... Вот тут, кстати, включили фонари, а тут еще нет. Ну, я надеюсь, включат сейчас. Пойдем дальше. Виталий, смотри, какие деревья классные. Прям такие листочки красненькие. Я же говорила уже, да, по поводу флоры Польши, что мне очень нравится здесь разнообразие деревьев. Кстати, вот на территории вот этого университета прям реально клумбы просто шикарные. Мы нашли единственную ламочку, единственный, скажем так, поворот, где уже включили фонари. Потому что туда, куда мы... Я хотела, да, куда я хотела, получается, отвезти Витальку. Извини, что перебила. Там еще не включили фонари. Вот. Можно снять, потому что здесь вообще никого нет. Студентов нет, никого нет. Как хорошо. Да, как раз будет видно, что я побрился. Последние новости из детского сада Тимур. Отправили мне сообщение и позвонили и отправили сообщение с четкой инструкцией, как нужно себя будет вести. Сад откроется... Ну, да, ты для начала скажи, что он открывается и когда. Он открывается в понедельник, 18 числа. Это прям очень-очень радует. И нужно будет четко соблюдать правила. Во-первых, ребенок приходит в детский сад пешком. Ну, по крайней мере, не берет с собой ни роверов. Давай я расскажу. В общем, отправили инструкцию. Нужно привезти ребенка в определенное место. Оставить его там. Он сейчас вам не рассказывает. Если не будет хвоста, минут через 15 за ним подойдут, заберут. Шутит, шутит. Он даже не читал еще. В сад с собой нельзя брать ни игрушки, ни куклы, ни машинки. Приехать можно на самокате, наверное, но оставлять все это возле сада нельзя. Надо с собой забирать. Да, все с собой. Родитель не имеет права заходить в детский сад. Если ты приводишь ребенка в понедельник в сад, ты уже подписываешь, ну, грубо говоря, не против, что ребенку будут мерить температуру. Ты приводишь его в перчатках. В общем, сад будет работать с 7 утра до 17.00. Ты приходишь в перчатках, нажимаешь на звонок, и все. Ты даже калитку не имеешь права трогать руками. Подходит воспитательница, да, она у чечелька, наверное, или выховат, или нет. И забирает ребенка. И забирает его. Все. Ну, практически так, как я и говорил. Тут же меряет температуру во дворе. Если все в порядке, вам дают отмашку, все, можете уходить. Если ребенок маленький, ему помогут одеться, раздеться, его полностью переоденут. В общем, ему помогут. Все. И точно так же забирать. Просто прийти, позвонить в звонок, и ни в коем случае ни голыми руками, ни ладошками, ничем, только в перчатках. Все. А, и если утром будет колейка, очередь, то нужно будет выдержать дистанцию 2 метра и ждать своей очереди, пока у вас ребенка заберут. Ну да, получается так вот. Приводишь, ждешь, забираешь, ждешь. В общем, у тебя его забирают и выводят. Но, с одной стороны, это будет даже легче, на самом деле, меньше прощаться, меньше, если он маленький ребенок, меньше слез. Ну, обычно, ребенка, когда в детский сад приводишь, зачастую ему еще хочется поговорить. Долго о чем-то, да. Машинку какую-то там, которую он взял с собой. Или сказать, что он что-то забыл дома, и все вот надо принести ему. Ну, то есть, бывает порой очень долгое прощание. А вот помните, я говорила, что у наших родственников уже наша кузина ходит в жлобок, в частный, вот, уже давно, уже почти неделю. Так вот, они их пускают, у них очень мало детей, прям вообще очень. По-моему, в группе, по-моему, два ребенка, что ли, и четыре воспитателя, что-то там такое. Ну, по крайней мере, видели так. Но там родители заходят и раздевают детей, то есть, там можно. Но там как-то, вот, я не знаю, то есть, как у них там все это устроено. А вот у нас вот такие правила четкие, все прям, все строго. Да, опять же, опять же, сейчас все это делается в тестовом режиме, в таком пробном, поэтому, ну, на самом деле, еще многие родители все равно сидят дома и, как бы, да, им получается проще, чтобы ребенок это время пересидел тоже дома вместе с ними. Не все вводят, да. Ну, да, потому что, ну, все-таки, мало ли, риск что-нибудь подхватить где-то, как-то он все-таки остается, поэтому все равно еще люди перестраховываются. Ну, а я планирую завтра или послезавтра уже звонить в реставрацию, не буду ждать понедельника, потому что, да, сказали, что открывают реставрации, фрезерство и, естественно, тоже хочу позвонить. Ну, лучше позвонить в пятницу, потому что я помню, что, по-моему, тебе говорили, шкаление начинается у них всегда с понедельника, поэтому, может быть, если ты в пятницу позвонишь в понедельник, уже и на шкаление пойдешь. Ну, я буду очень надеяться, я прям очень хочу сейчас, потому что, ну, пойти в этот уже Макдональдс, да, потому что и готова, как это называется? Ну, в первую очередь нужно легализироваться, это однозначно. А, за заваление называется, все, за заваление готово. А во вторую очередь все равно, как бы, дома сидеть хорошо, но зарабатывать деньги нужно. Ежемесячные траты и оплаты на все-на все никто не отменял, в принципе, поэтому. Так вот, еще дополнительно мы сейчас задумываемся над тем, чтобы позвонить, ну, это, наверное, в UPC позвонить, узнать, что они могут предложить, потому что хотим провести все-таки домашний хороший интернет. То есть у нас есть он какой-то, даже непонятно какой, видимо, вот дом, когда строили, какой-то провод кинули, и вот он и есть, получается. Для того, чтобы в режиме чтения, допустим, он работал, его хватает. Хватает даже на какие-то видео, но очень все долго-долго грузится. А так как мы уже давно обещали провести стрим, мы не забыли, мы готовимся к этому. И, по-моему, мы даже нашли человека, который нам поможет установить камеру, как веб-камеру. Может быть, разберемся с микрофоном, то есть сейчас подключим нормальный хороший интернет, чтобы, ну, вот так вот прямые эфиры не висли, потому что первый раз, когда мы его сделали, ну, скажем так, первый и пока единственный прошлый раз, когда мы, ну, попытались такой вот сырой стрим сделать, очень быстро-быстро, во-первых, у нас действительно связь интернета плохая была, и все очень быстро начало виснуть, ну, и плюс картинка была, мягко скажем, не очень хорошая. Да-да. А, ну и если мы все-таки сделаем UPC, то там будет и телевидение. А это тоже огромный плюс, потому что я смогу даже на кухне готовить, включить телевизор. Ну да, телевизор-то у нас есть. И, да, и на слух воспринимать польскую речь. Да, дело в том, что, ну, вот не знаю, надо все-таки звонить, общаться, потому что с теми людьми, с кем мы общались, у кого узнавали, все говорят, что они подключают минимум на два года. И вот как бы в этом и есть, ну, наверное, такая сложность, потому что, ну, непонятно, как получится, сколько мы здесь будем жить, а в любом случае... В этой квартире конкретно, да. А в любом случае, если ты договор заключаешь, ты обязан будешь за него платить. Ну, я еще думаю, может быть, там есть разные нюансы, может быть, ну, есть какая-то такая графа, что если ты куда-то переезжаешь, можно и на другой адрес переносить интернет, может быть, еще какие-то варианты. Поэтому надо все-таки звонить, узнавать. Ладно, начинается уже дождик потихоньку, да? Да, потому что... Наконец-то, вот он. Вот он начинается. Я на камеру смотрю, и она у нас уже начинает капельками покрываться. Поэтому сейчас будем бежать домой и сделаем сразу такой анонс. Сегодня вас ждет еще одно видео. Вчера мы разбирали, что с выплатами происходит в России. Ну, мы, да, увидели эту новость. И сегодня мы увидели новость о том, что в Польше тоже есть выплата. Да, именно эту тему мы и будем сегодня разбирать. Сегодня обсуждать, да. Вчера. Субтитры создавал DimaTorzok